Переходим к следующему вопросу. Учитель в школе просит родителей следить за тетрадками, за выполнением домашних заданий. Это правильно? Интересный вопрос. Правильно ли то, что учитель в школе просит родителей следить за тетрадками и выполнением домашних заданий? Ну, вы знаете, я не знаю сейчас, кто нас смотрит, но, например, если я не ошибаюсь, реформа, которая у нас в школе проводилась, новой украинской школы, она как раз предполагает не особо наличие домашних заданий в начальной школе, по-моему, так точно. И в связи с этим, конечно, вот тоже не указан возраст ребенка, но я подозреваю, что началка, потому что в старших классах родители уже как-то с ситуацией свыклись и уже имеют какие-то свои ответы на подобные вопросы. Значит, что здесь можно сказать? Ну, давайте в любом классе есть такая ситуация. Ну, если, нет, все-таки разделим. Если в начальной школе, да, то за этим, за этой просьбой может скрываться попытка учителя привлечь родителей к тому, чтобы они как-то помогли ребенку настроиться на такой новый лад самостоятельной школьной жизни, когда ты отвечаешь за свои уроки, ты отвечаешь за свои тетрадки, у тебя появляется как будто некое такое хозяйство, да, такое учебники, тетрадки, что-то там систематично в них происходит, ты как-то должен это сортировать, следить. Ну, то есть вот какую-то такую настройку надо выполнить, да, ребенка на новый лад, что школа это несколько иначе, чем садик, и тут есть определенные правила, и определенные есть тут положительные моменты, да, которые ты можешь получить, и есть некоторые отрицательные моменты, да, если не будешь следить, у тебя там все перепутается, если обложек не будет, то помнется, ну, вот какие-то такие базовые вещи и базовая настройка. Если это попытка учителя, не вот то, что я сказал первое, да, то, возможно, это попытка учителя переложить на родителей часть ответственности и чтобы, и вовлечь родителей в то, чтобы они немножко тоже в этом процессе участвовали, и в случае, если ребенок не будет следить за тетрадками и за выполнение двошних заданий, учитель может обратиться к этой просьбе, обратиться к этому разговору и спросить уже не только с ученика, но и с вас, родителей. Я бы в такую игру не ввязывался, а наоборот, на месте учителя бы следовал вовлечению родителей в то, что помогите настроиться на новый лад и помогите быть ответственными детям, чтобы они сами были ответственны, да, дети, самостоятельно, вот, чтобы как раз сделать это, ну, можно сказать так, помочь детям сделать это, чтобы это было их делом, школа, тетрадки, домашние задания, и помочь в плане того, что вы как инструкцию, да, как консультацию ребенку можете дать, но вот ежедневную слежку вы не обязаны делать, и как бы вы отказываетесь это делать. И я на месте учителя бы постарался бы призвать родителей к тому, чтобы они тоже отказались от этого. Конечно, будет сложность с теми мамами и папами, которые сами были отличники в школе, потому что они не смогут от этого отказаться. Бывают такие ситуации, что такие родители немножко больше тревожные по поводу того, что там у моего ребенка в школе, и с такими родителями, наоборот, надо стараться больше как бы их расслабить, но иногда это бывает бесполезно, потому что они всегда будут все равно так в напряжении. Им будет тоже важно очень, чтобы ребенок также был успешен академически, да, вот по предметам. Поэтому вот эта просьба учителя, она может за собой, да, вот что она скрывает за собой, это интересно. Тут я рекомендовал бы прояснить и задать такой вопрос родителям, если они хотят в этом действительно разобраться. А каков у вас план? Вы чего придерживаетесь дальше, да? Что у вас вообще, как вы хотите действовать дальше, чтобы понимать, какова будет ваша роль? Потому что реформа новой украинской школы, она, в общем-то, не предполагает такое вовлечение родителя в процесс учебы, когда родитель контролирует. Там, наоборот, все про то, что ребенок становится автономным, он получает так называемые soft skills, в реформе новой украинской школы делается на это упор. И, кстати, хочу немножечко сейчас, раз мы уже о школе начали говорить, прорекламировать свой будущий прямой эфир. У меня будет с педагогом, который в школе проработал больше 30 лет, и будет у меня эфир на тему реформа новой украинской школы. Мы там подробно будем рассматривать эту реформу и будем говорить о том, что там хорошего, что там плохого, на что обратить внимание. И это будет такой небольшой, с одной стороны, и ликбез для родителей, которые не знают, что за реформа и как с ней, что от нее ждать, да? И, с другой стороны, это будет такое, знаете, размышление на тему того, как это все затеяли, как это все устроили, что туда вложили, хорошо это, плохо это, ну и вот такой вот будет планируется эфир. Поэтому учитель в школе просит родителей, что за этим скрывается, интересно. Это правда интересно, и я бы вам не рекомендовал ввязываться очень сильно. Я со своим сыном поступаю следующим образом. Я по его просьбе готов ему оказать всяческую помощь и такими позитивными вкраплениями, такими аккуратными, точечными его как-то поддерживать, когда он, допустим, следит за порядком, когда он, допустим, что-то сделал там хорошо в плане сортировки своих учебников, в тетрадок, ну вот как-то так, аккуратно. Вот, и поэтому я вас тоже призываю аккуратно способствовать тому, чтобы все там было хорошо, но сильно не вмешиваться. Поверьте, школа не для всех детей праздник, и не все предметы в школе праздник для ребенка. Им непросто, в принципе, и настройтесь больше на поддержку, а не на то, что вы контролирующий орган. Такой же, как учитель, только похлеще, потому что вы дома, вы все видите, вы видите все подноготное. Если ребенок может прийти в школу искать учителю там, ну, например, да, там когда-нибудь может такое получиться, что он соврет и скажет, мы вчера там с мамой, с папой уезжали на целый день, поэтому я не сделал домашнее задание, то вы видите изнутри, как что он никуда не уезжал, и вы, так сказать, прижмете к ногтю, выведите на чистую водицу. Да, вот так все-таки ребенка своего не зажимать, не стращать и так жестко не контролировать, а помогать, 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 все вот с этой позитивной, на позитивной волне, так сказать, да. Ну, я так делаю и вас к этому призываю. Ну, я так делаю.